всем привет дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем семейном канале сегодня я готовлю яблочный сок на зиму значит яблоки у меня здесь принципе разные сорта яблоки все дачные червивые поэтому обязательно я их буду все чистить то есть удалять сердцевину шкурку не снимаем если у вас яблоки не червивые вы в них уверены то можете если у вас соковыжималки вот тем более большое такое вот отверстие для загрузки вообще можно кидать целое яблочко но конечно желательно не желательно нужно вот эти вот хвостики по удалять вот но у меня яблоки червивые я их буду все перечищать да это кропотливый процесс но он обязателен потому что червячки гнилота и так далее все это нужно удалять яблоки соковыжималка конечно же и тара емкость кастрюля тазик чем вы будете ваш сок готовить итак я сейчас начинаю чистить яблочки я как у меня уже перемытые то есть я разрезаю яблочко на пополам и на четвертинки вот на четыре части разрезали и удаляем вот так вот просто легким движением сердцевинку ну и складываю сейчас я возьму мисочку складываю это все отдельную тару перечищенные перемытые яблоки вот так вот таким образом очищаю все яблоки легко и просто вот и все яблоки я перечистила получилось внутри мисочки вот они все почищены чистенькие все теперь наша задача перекрутить их на соковыжималку я перекручиваю в небольшую тару потом переливаю в кастрюлю в которой я буду варить сок ну что поехали закидываем яблочки и будем их потихонечку перекручивать поехали поехали одна кастрюль тоже наполнена аккуратненько переливаю в основную кастрюлю в которой будем готовить наш сок аккуратненько пенку я пока что не снимаю потом покажу что я буду делать дальше наполняю следующую кастрюлю затем мы наши кастрюлю с соком перекрученным выжатым ставим на плиту и включаем будем нагревать по мере нагревания мы снимаем вот эту вот всю пену на первом этапе очень удобно пену снимать вот такой вот шумовка это очень легко и просто делается и так наш сок начал нагреваться начинаю понемногу снимать пену вот так она отлично снимается наш сок закипел я приключаю медленный огонь и продолжаю потихонечку снимать пенку пенку нужно снимать обязательно для того чтобы ваш сок получился более прозрачным чтобы он получился совсем прозрачный его в любом случае у меня такие яблоки которые дают много мякоти если хочу чтобы он вообще был прозрачный прозрачный то нужно обязательно процеживать через марлю без этого не обойтись пока что просто убираю вот пенку то есть от кастрюли я не отхожу постоянно вот стою и убираю хорошо если у вас есть мелкая ситечка очень удобно делать мелким ситечком после того как я максимально собрала пену я свой сок процеживаю через марлю не спеша потихонечку итак наш сок готов берем горячую стерилизованную баночку еще немножко собралась пены сейчас я соберу видите у меня кристально чистый сок не получается я процеживаю через марлю но ничего не выходит поэтому буду закрывать так наливая в горячую баночку аккуратненько наливая по самые края полную полную баночку накрываю крышкой крышки мне тоже стерилизовались вот в кипяточке одну крышечку накрываем вот видите через края потекло вот так вот я всегда делаю чтобы воздух не попал и начинаем закрывать все готово протираю вот здесь вот где стык крышки с банкой проверяю вот так вот чтобы ничего не текло не капало переворачиваю вверх дно таким образом закрываю все банки сок готов получается вот такой вот красивый да конечно не кристально прозрачный но самое главное что много витамин домашний он конечно концентрированный зимой когда мы такую баночку открываем мы разбавляем кипяченой водой это очень вкусно и очень полезно кому понравился мой способ заготовки яблочного сока на зиму ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем пока пока